Многодетная семья беженцев из Германии обосновалась в Кыштовке. Русские немцы, побыв европейцами, снова решили стать сибириками. Что заставило людей поменять престижный район в Германии на избу с русской пищей в сибирской глубинке, расскажет Мария Черешнева. О крае на Кыштовке ни магазинов, ни общественного транспорта обычно отсюда уезжают. Но этой зимой заброшенный полуразвалившийся дом стал местной достопримечательностью. Туда наоборот, переехали. Причем многодетная семья из Германии. Перебрались налегке. Ванку, куртка фирменный стиль и в шапке, просто вот это самое, там матерчатый. Я не представляю вообще, у себя как гадусный мороз. Кыштовцы тут же понесли новым соседям одежду, вещи, банки с соленьями. Так принято помогать политическим или военным беженцам. Но семью мартенцев так испугала вещь будничная – немецкая система образования. Насильно закраскивали, что она держалась за батарею или за гардероб, а ее насильно хотели затащить. Старшую дочь родителей возмутили уроки по секс-воспитанию. Дескать, слишком откровенные. Теперь беженцы рассказывают соседям в немецких школах и учат не тому, и спрашивают строго. Якобы за один прогул дочери семье выписали штраф, а отца и вовсе посадили за решетку. Там сидят разные люди и убийцы разных сортов и национальностей. И там мне пришлось в одиночной камере отсидеть 24 часа. В Германии споры вокруг уроков сексологии идут давно. На улицы выходят как сторонники, так и противники просвещения детей в области отношения полов. В Каштовке все приняли сторону беженцев, особенно местные власти и без того заинтересованные в притоке населения. Тем более глава семьи, кстати, сам уроженец Омской области мечтает стать фермером. Правда, больше чиновников тревожит не то, как устроится семья с 12 детьми. Будем обеспокоены тем, чтобы его дети получили образование согласно нашему российскому законодательству. Но в школу многодетный отец детей отдавать не намерен, да и заставлять его никто не будет. Российское законодательство позволяет семейное образование. Глава семьи решил сам преподавать математику и русский. Пусть в холоде об шарпанных стенах, зато никакого секс-воспитания. Мария Черешнева, Максим Путинцев. Новости здесь, Новосибирск.